Потому что не способен он к развитию. Бывает, что такие люди тупые. Если ты тупой, то тут тебе уже ничего не поможет. Тем временем, у нас на Кавказе, я не знаю где именно, в каком регионе, но тема с помпезными похоронами имела продолжение. Здесь непонятно, где это именно. Но это явно где-то на Кавказе, какой-то из республик Кавказа. Вот, как видите, такие ноу-хау у нас происходят в наших похоронах. Вещи, которые раньше невозможно было представить. Где-то у нас оркестры играют гимн. Где-то вот такие вот чуваки с ружьями стреляют. Но идем в ногу со временем, что говорится. Как говорится, люди пытаются соответствовать, видимо. Появляются такие вот новые веяния. Многие, я заметил, не из нашего общества люди не понимают, почему мы угораем над этим. Смотрю, там люди из России, из Украины, которые смотрят. Они, ну хотя из Украины ничего не говорят, но вот люди из России, допустим, из других регионов, стран, они не понимают, почему мы угораем. Типа, ну это же вот смерть, это же похороны, над этим же не смеются. А вы не поймете этого, друзья, потому что вы не знаете нашего общества. Для нас это очень смешно. Это трэшовая вообще тема такая, потому что это отход вообще от всех обычай и традиций. Это вещи, которые для нас неприемлемы. За подобное просто проявление у нас раньше могли выселить из республики к чертям собачьим. Это чисто народ мог людей изгнать, потому что это просто нонсенс. Поэтому нам это, конечно, смешно, мы над этим угораем. В том числе, здравствуй, я армянин. Почему чеченцы поддерживают азербайджанцев в войне против нас и помогают им? Азербайджанцы же и шииты. Шииты это отступники от истинной исламской веры. Мне, как армянину, обидно. Иван Иванов, здесь вообще не присутствует никакая религиозная тема. Как ты действительно правильно заметил, шииты для нас ничуть не ближе тех же христиан. Ну, смотря какие шииты, конечно, здесь надо определять. Рафидиты. Но здесь у нас нет какой-то религиозной подоплеки. Вопрос карабахского конфликта – это вопрос чисто справедливости. Неважно, кто там, какое у них вероисповедание и так далее. Мы просто видим, вот моя точка зрения. И многие со мной, из моего народа, я со мной ее разделяю. Это хитрость, с которой действует Армения, и искренность, с которой действует Азербайджан. И поэтому, конечно, мы поддерживаем тех, кто в этом вопросе искренне. Армения, она заявляет вроде бы, точнее, любой армянин говорит, что Карабах – это не Карабах, а это Арцах и это Армения. Но официальная позиция Армении, что это нет не Армения, это независимое государство. Но это не независимое государство, понимаете. Это уже обман. Воюют там почему-то армянские солдаты, которые вообще, если это независимое государство, у него своя армия. Причем здесь армяне? Потом армяне говорят, что это независимое государство, Но сама Армения не признает независимости этого государства. Понимаете, эти двойные стандарты, это настолько как бы неприемлемые вещи, они настолько отталкивают. А Азербайджан в этом плане, он искренен, он говорит, наша территория, Карабах, это Азербайджан, мы заберем. Поэтому нет у нас даже вопроса по этой теме, кого здесь поддерживают. Конечно, мы поддерживаем того, кто открыт, кто искренен, чьи претензии для нас понятны. Если бы Армения хотя бы вот точно так же открыто сказала бы, это вот наша территория, это Армения, и мы претендуем на то, чтобы это была Армения, это было бы хотя бы честно. Тогда можно было бы рассуждать хотя бы на эту тему. А так я даже в рассуждение не захожу, потому что хитрость меня сразу же отталкивает. Томсо согласен, что мы всегда должны относиться к мусульманским странам, как к чужакам, и всегда держаться подальше за то, что не помогали нам в войне, когда мусульмане и Кавказы воевали, или простить это. Дон-дыр. Политика, она строится на интересах. И здесь нет такого, вот эти нам не помогли, мы на них обиделись, и все, теперь мы будем всегда играть с другими в прятки, они с нами больше в прятки играть не будут. Это детская тема. Политика строится так, мы имеем отношение с теми, с кем нам их выгодно иметь. А с кем нам не выгодно иметь, с теми мы не имеем. И именно так должен поступать политик, оставить все вопросы обид и так далее. Поэтому мы будем, конечно, мне сложно представить какую-то тесную дружбу с режимами, я имею ввиду тесную дружбу свободной Чечении, с какими-то режимами сегодняшних стран, обнимавшихся с Кадырова, принимавших Кадырова за чеченского лидера. Конечно, мне сложно это представить, понятно, что не будет наверняка каких-то близких с ними отношений. Но мир устроен так, что режимы меняются. В этих, допустим, странах Персидского залива один монарх умирает, на его место приходит его сын, и это уже совершенно другая политика начинается. Поэтому давайте будем в политическом плане более взрослее и будем рассуждать об этом по-взрослому. Нет вот этих вопросов обид, там он сделал то, а этот не сделал. Нет, мы там, где нам выгодно и с кем нам выгодно, мы будем иметь нормальные партнерские отношения, с кем-то будем дружить близко, с кем-то будем не дружить. Но все в зависимости от наших интересов. В то же время надо понимать, что любые исламские, мусульманские общества для нас являются близкими. Это наши братья и сестры. Вне зависимости от того, что там происходит в их странах, их режимы, что бы они творили. Общество, если оно исламское, то это для нас близкое общество. И мы никуда от них не денемся, как и они от нас. Что думаешь по поводу того, что Грузию не пускают бородатых чеченцев? К сожалению, все чаще и чаще поступает эта информация, что не только что там чеченцев, а вообще кавказцев не пускают. Мое мнение, я думаю, это связано с тем, что Грузия опасается какой-то организации по открытию второго фронта. Он боится, что на территории Грузии чеченцы, кавказцы организуются и попытаются войти на Кавказ для того, чтобы открыть второй фронт, начать освобождение. Мне кажется, с этим это связано. Из-за этих опасений они как-то сейчас перестали нас опускать. Но это, конечно, создает очень серьезные неудобства. Особенно для тех людей, которые на машине, допустим, поехали в Турцию. Они их нормально пропустили транзитом через Грузию, обратно возвращаются, их уже не пускают обратно. Для человека, представляете, какая-то проблема с семьей на машине. Это, конечно, очень печально. Какие чеченские обычаи не противоречат исламу? Наверное, легче назвать те, которые противоречат, потому что основные, подавляющее большинство обычаев не противоречат, наоборот, они поощряются исламу. Считаете ли Казахстан второй родиной для чеченцев? Ну, у нас есть диаспора, которая с момента высылки осталась жить в Казахстане. Их немало. Для них, наверное, будет она вторая родина. В целом, для нас, конечно, нет, не является Казахстан второй родиной. Для тех, кто остался и проживает в Казахстане, для них, наверное, да. Это как, допустим, Иордания. В Иордании есть большая чеченская диаспора. А является ли Иордания второй родиной для чеченцев? Ну, конечно, нет. Для этих чеченцев конкретно, да. В целом, для чеченцев нет. Ну, что, если слышал, то для чего в свое время некоторые люди, в том числе и Кадыров-старший, выдвигали версии о том, что... Я понятия не имею. Это настолько был бред, но этот бред на серьезных щах несли вполне себе такие серьезные люди тогда. Для меня до сих пор загадка, почему они это делали. Считаешь ли ты чеченцы или сгинные братья говорят из общего преда? Да, конечно, считают. И даже если бы у нас не было общего предка, мы являемся братьями. Так как мы, прежде всего, мы мусульмане, во-вторых, мы кавказцы, у нас реально там очень близко общий предок. В отличие, я имею в виду, если у чеченцев и испанцев, скажем, этот предок общий будет где-то десятки, сотни тысяч лет, а здесь он будет в обозримом таком прошлом. Поэтому, конечно, да. Почему Кадыров не возьмет уроки по развитию речи дома? Потому что не способен он к развитию. Бывают, что такие люди тупые. Если ты тупой, то тут тебе уже ничего не поможет. Только замена мозга может быть. Я не знаю, меняют ли сейчас мозг. Там не вариант, развить не получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok